Пятый класс, 14-я серия. Делимость. Числа, которые делятся на 4, делятся без остатка. Можно представить в виде произведения, где один из множителей равен 4. n у нас целое число. При делении на 4 может получиться и остаток. Числа, которые при делении на 4 дают остаток 1. При делении на 4 дают остаток 2. При делении на 4 дают остаток 3. Итак, при делении на 4 возможные остатки 0, если деление выполняется нацело, 1, 2 или 3. Остаток меньше делителя. Меньше, чем 4. Свойства делимости. Первое. Если каждое слагаемое делится на некоторое число, то и сумма делится на это число. Каждая слагаемое делится на 4. Сумма тоже будет делиться на 4. На основании распределительного свойства 4 выносится за скобки. И получается формула числа, делящегося на 4. Второе свойство. Если одно из слагаемых не делится на некоторое число, а остальные делятся, сумма на это число не делится. Причем у суммы будет точно такой же остаток, как и у того слагаемого, которое не делится. Итак, делится на 4. При делении на 4 дают остаток 1. Значит, у суммы тоже при делении на 4 будет остаток 1. Делимость произведения. Если один из множителей делится на некоторое число, то и произведение делится на это число. Это один из множителей делится на 4. Произведение тоже делится на 4. Признаки делимости на 9. На 9 делится число тогда и только тогда, когда сумма цифр этого числа делится на 9. Например, число 108 делится на 9. Сумма цифр числа делится на 9. Признак делимости на 3. Сумма цифр числа делится на 3. Например, число 222. Сумма цифр числа 2 плюс 2 плюс 2 равна 6. 6 делится на 3. Значит, и 222 делится на 3. Признак делимости на 4. Две последние цифры числа, если образуют двузначное число, делящееся на 4, то и всё число делится на 4. Например, 324. Две последние цифры числа образуют двузначные числа, значит, и 324 тоже делятся на 4. Признак делимости на 8. Три последние цифры числа, значит, 3160. Вот это число делится на 8, потому что три последние цифры образуют трёхзначное число 160, а 160 делится на 8, значит, и 3160 тоже делится на 8. Первая задача. Даны числа 1, 1, 3, 4. За один ход можно к любым двум прибавить по единице. Можно ли за несколько ходов уравнять эти числа? Давайте рассмотрим сумму вот тех чисел, которые записаны. 1, 1, 3 и 4. Сумма этих чисел равна 9. Нечётному числу. За один ход вот к нечётному числу 9 можно прибавить, значит, к любым двум по одному, значит, сумма станет больше на 2, на чётное число. К нечётному прибавить чётное получится нечётное. Итак, с каждым ходом. К нечётному числу прибавляется чётное. То есть всякий раз будет получаться нечётное число. Нечётное число на 4 равные части разделить невозможно. То есть нельзя уравнять эти числа. Вторая задача. Сколько натуральных чисел меньших, чем число 100, которые делятся на 3 и на 4, но не делятся на 24? Итак, если число делится на 3 и на 4, значит, оно делится и на 12, на произведение этих чисел. Числа 3 и 4 – это числа взаимно простые. Их произведение 12. В первой сотне числа, которые делятся на 12, значит, 8 таких чисел. 100 разделить на 12 получится 8. Будет ещё остаток, но это неважно, какой остаток. Самое главное, что таких чисел, делящихся на 12, будет 8 в первой сотне. Но среди этих чисел будут те, которые делятся на 24. Если 100 мы разделим на 24, то мы узнаем, что чисел, делящихся на 24, будет 4. Значит, 8 минус 4, ответ 4. Третья задача. Можно ли из 100 квадратов со стороной 1 см сложить фигуру с периметром 101 см? Итак, периметр квадрата со стороной 1 см равен 4. Когда мы будем из этих квадратов складывать фигуру, то эти квадраты либо имеют общую точку, либо общую сторону. В любом случае, посмотрите, пожалуйста, при сложении у нас периметр будет возрастать на четное число. Вот здесь был сначала, когда 1 квадрат, периметр был равен 4, а когда добавили еще 1 квадрат, стал больше на 4. Так, а здесь периметр увеличился на 2, потому что вот мы их общей стороной прикладываем. то есть периметр получается этой фигуры равен 6. Итак, нельзя сложить фигуру, у которой периметр, число нечетное. Четвертая задача. Сколько существует натуральных чисел от 1 до 100, каждая из которых делится на 3, но в своей записи не имеет ни одной тройки. каждое третье число делится на 3. Если 100 разделить на 3, то получится, что 33 числа делятся на 3 в первой сотне. Наибольшее из них 99. Итак, 33 числа, но среди них есть 7 чисел, которые в своей записи содержат тройку. Значит, из числа 33 нужно вычесть вот эти числа и получится ответ 26. Пятая задача. Запишите в строчку 5 чисел так, чтобы сумма любых двух соседней была нечетная, а сумма всех была четная. Так, ну, допустим, нечетная плюс четная. Вот сумма двух соседних нечетная. Значит, следующее тоже должно быть нечетным, потом четным и опять нечетным. Это первый вариант. Второй вариант. Мы начинаем запись с четного числа и затем идет чередование. Так, ну, давайте посмотрим, подходит ли первый вариант. Сумма всех должна быть четна. Если число нечетных слагаемых нечетно, то сумма будет нечетна. Этот вариант не подходит. Так, а вот здесь два нечетных числа, значит, сумма будет четна. Вот этот вариант подходит. Значит, ответ четная, нечетная, четная, нечетная, четная. «белось», «белось» Продолжение следует...